Алла Владимировна психотерапевт, врач, который всегда сообщает о диагнозе. Каждый день к ней приходят по меньшей мере 10 новых пациентов. Они великолепно себя чувствуют, симптомов у них никаких нет. Естественно, есть такая реакция отрицания болезни. Дмитрий свой положительный статус принял с легкостью. Вирус иммунодефицита в его крови обнаружили еще 15 лет назад. Диагноз поставили в тюрьме. Тогда он отказался от лечения и 6 лет не принимал никаких препаратов. Когда я освободился, начал жить уже полноценной жизнью. Все сопутствующие заболевания, это у меня была пневмония, повышенная температура, доходила до 42 градусов. И я оказался в больнице, здесь, на Борисенко. Теперь для Дмитрия прием прописанных медикаментов – обязательно ежедневная процедура. Только с помощью таблеток он может чувствовать себя здоровым. К слову, людей, которые сидят на препаратах от ВИЧ-инфекции, сегодня в Приморском крае порядка 9 тысяч, что на 18% больше, чем в 2014 году. При этом по количеству инфицированных список городов-лидеров постоянно меняется. По последним данным, в первой пятерке – Уссурийск, Находка, Артем, Дальнереченск и Владивосток. Прирост ВИЧ-позитивных пациентов каждый год примерно одинаково высокий. В 2015-м выявлено больше тысячи новых случаев. По-прежнему остаются два основных способа заражения – через инфицированные шприцы наркозависимых и половым путем. Большинство заболевших – люди трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. Среди больных есть даже госслужащие, которых в 48 раз больше, чем девушек, занимающихся проституцией. Терапия пожизненная, но она позволяет сохранить трудоспособность, позволяет родить здорового ребенка, если это женщина. Таким образом и продолжительность жизни сохраняется. Исцеляющей вакцины нет, но ученые ищут лекарства от ВИЧ-спида. Некоторые зарубежные исследователи уверены – замена иммунных клеток измененным генетическим кодом поможет избавиться от смертельного вируса раз и навсегда. Но пока это только теория. Как правило, ни один препарат в одиночку не дает длительного эффекта. Быстро развивается устойчивость вируса к препарату. Если одновременно давать пациенту сразу три препарата, то результат будет хорошим. Вирус подавляется, перестает мутировать. У человека на фоне терапии подавленного вируса восстанавливается иммунитет, пояснил Вестям Ру Бадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Вирус иммунодефицита – заболевание не только физическое. Многие, узнав о диагнозе, мягко говоря, приходят в шок, начинают плакать или смеяться. В такой ситуации прежде всего нужна моральная поддержка. Для этого в Краевом центре СПИД работают равные консультанты. Тоже пациенты, но уже способные нормально жить, как любой другой человек. Я стал задумываться, как можно продлить свою жизнь, чтобы изменить ее. Во-первых, конечно, мне надо было выпутаться с той жизнью, в которой я находился, потому что наркотики – очень сильная такая сила, которая может держать очень долго. У Олега есть жена, она здоровая, они оба мечтают о ребенке. У Дмитрия уже двое детей. Супруга ВИЧ-инфицирована, но дети не болеют. Примеры показательны. У каждого из наших героев стаж ВИЧ-инфицирования больше 15 лет. Но эта цифра их не пугает. Впереди есть будущее. Валерия Белоус, Василий Косилов. Новости на Восьмом.